Вторая серия у Ford Ranger 2.3 EcoBoost. Это двигатель новый с коробкой 10-ступенчатый автомат на американской версии автомобиля, где от оригинала осталось очень мало, здесь практически все доработано. Что можно сказать об этом автомобиле, при том, что он очень недооценен из-за того, что о нем говорят мало. Это конкурент таких моделей, как Hilux, это конкурент L200, это конкурент всяких таких вот средних пикапов, но он все-таки заточен на повседневную эксплуатацию автомобиля, который имеет очень много комфорта внутри, при том, что для него еще существует масса различного оффроудного оборудования, которое делает его по-настоящему таким вот конкретным массивным недорожником. Бензин. Как может бензин быть интересным для внедорожника? А тем, что турбонадув и непосредственный впрыск делают из этого двигателя очень похожего по тяге и по характеристикам на дизельный. При этом есть еще вдобавок мощности, есть еще вдобавок то, что мы установили на него ГБО. ГБО позволяет увеличить запас хода автомобиля еще на дополнительные 500-600 километров, если ехать по трассе. А это в нынешних условиях для Украины просто офигительная штука. Кому может подойти такой автомобиль? Он подойдет для тех, кто ездит каждый день, как в городе, так и по трассе. Кто ездит по бездорожью, так и по асфальту. То есть он такой относительно универсальный. Это не дубовая табуретка. То есть он умеет ехать и комфортно, и внутри салона комфортно. И по динамике очень классно. В общем, автомобиль, он совместил в себе вот эти несовместимые вещи внедорожника и бытового автомобиля, скажем так, пассажирского автомобиля. Кроме всего прочего, у него очень удачные габариты. Потому что если мы говорим о Ford F-150, то его габариты как в длину, так и в ширину намного больше, чем у остальных автомобилей. И начинаются проблемы, что когда вы приезжаете на какой-то паркинг, вы его не можете запарковать, он вылазит. То есть его на полтора кузова больше, чем у других автомобилей. Он шире F-150, он выше. И бензопила, либо что-то такое, что будет дополнительно расширять путь для этого автомобиля, должна быть, особенно если вы куда-то ездите путешествовать. А все-таки машина должна быть маневренной. То есть чем короче база, чем, скажем так, у нее меньше вот эти вот расстояния, тем больше вероятность того, что вы проедете там, где другие просто остановятся и будут сдавать назад. Я это видел на своем личном опыте, поэтому могу сказать, что такой автомобиль действительно очень удачное решение. Категория цен по таким машинам где-то варьируется от 25 до 40 тысяч долларов. Конкретно этот автомобиль, меня очень удивил собственник, но для него это хобби. То есть он дорабатывает, катается, а потом начинает их продавать. То есть вот конкретно эта машина на заднем плане у меня стоит, то есть ее оценили в 38 тысяч. При том, что здесь только по резине, если я не ошибаюсь, тысячи на четыре только инвестиции. Вот. Дальше мы с вами проедемся, посмотрим, как он себя ведет, какие есть особенности. Потом мы посмотрим в программном обеспечении, как мы сделали вот это вот решение для того, чтобы не было ошибок, он не конфликтовал. А мы потратили реально очень много на то, чтобы автомобиль ехал устойчиво и стабильно. Мы долгое время не могли понять, как он будет работать с газом, потому что все предыдущие решения и наработки конфликтовали и не давали нормального результата на газе. Так что продолжаем. Мы очень часто привыкли к тому, что нам производители автомобилей и двигателей рассказывают о том, насколько крутой стала машина именно вот в этом поколении. То есть в этом годе выпуска. Насколько это все стало классно и вот насколько вот эту именно машину нужно приобрести. Здесь у нас находится решение, которое очень сильно хвалили. Это решение называется непосредственный впрыск и турбонаддув в двигателе, который а, обеспечивало нормальную, точнее обеспечивало соответствие нормам токсичности выхлопа, и б, на определенных режимах, очень важно, чтобы вы услышали меня, на определенных режимах она может быть суперэффективной. Когда автомобиль выходит из этих определенных режимов, а это пробки, это жарко, это постоянное смыканье, мы встречаемся с обычной нормальной ситуацией, что даже несмотря на то, что у нас двигатель объемом 2.3, он мощностью более 300 лошадиных сил, а это по сути V8, старого образца атмосферный, вот давай покажем. Это у нас 24 литра на сотню. 24 литра на сотню в режиме, когда мы снимаем этот видеообзор, мы перемещались из одного места в другое, мы постояли на блокпостах несколько часов, у нас постоянно не гасился кондиционер, благо американские автомобили, они очень крутые в плане кондиционеров, вот у них по-настоящему эффективные, несмотря на то, что автомобиль черного цвета, мы все равно здесь едем с обалденным просто комфортом. И да, вот здесь у нас начинаются вопросы, почему человек установил ГБО? Потому что если ты будешь ездить в городе и будешь ездить в неоптимальных условиях, расход автомобиля никак не будет 10-12 литров. Это невозможно, потому что только на кондиционер, когда на улице 34 градуса, как сейчас, нужно потратить от 3 до 5 литров топлива, от 3 до 5 литров горючки, иначе просто мы энергию это не возьмем. Почему такой большой расход на кондиционере? Очень просто. Вентилятор потребляет просто невероятное количество энергии, то есть невероятное количество ресурсов. И дальше у нас идет уже компрессор, теплообмен, все остальное. То есть чем больше стоит автомобиль, тем больше ему нужно выделять энергии и выделять ресурсов на то, чтобы вам обеспечить комфорт. Вот мы выехали из режима неоптимального в режим, скажем так, самый правильный и просчитанный. То есть мы едем со скоростью 80 км в час и покажи, пожалуйста, что у нас уже никак не 24,2, у нас резко начинает падать расход. Вот. Именно в этих режимах настроенный двигатель и двигатель позволяет ехать с максимально низкой скоростью. Так, попробуем вот так. А ну-ка, вот. Мы едем сейчас с расходом всего-навсего 7,5 литров. Но, внимание, вопрос. Насколько часто вы ездите на автомобиле своем со скоростью 70-80 км в час? Особенно, если вы путешествуете по трассе. Ответ очень простой. Практически никогда. Поэтому вы устанавливаете ГБО. Поэтому, да, на двигателе с непосредственным впрыском в том числе стоит ГБО. Как работает здесь эта система? Мы максимально, очень-очень максимально замещаем потребление бензина газом. Это достигается двумя способами. Первый. Мы отключаем подачу бензина на участке высокого давления. То есть мы получаем от бензонасоса, который находится в баке, под давлением 3-5 атмосфер, 5 бат. А насос высокого давления уже не вступает в свои действия. То есть он является просто таким проходным узлом. Сейчас проедет здесь шумно. Точнее, шатает. Как мы добиваемся максимального снижения потребления бензина? В системе есть два насоса. Один находится в баке. Второй находится у нас в моторном отсеке. Тот, который находится в баке, работает в диапазоне от 3 до 5 бар. Тот, который находится в моторном отсеке, качает давление, поднимая его от 15 до 230. А это еще характеристика, со временем еще и будет больше расти. Значит, мы по сути деактивируем максимально впереди стоящий насос, для того, чтобы форсунки пропускали через себя значительно меньше топлива. Потому что чем ниже давление, тем меньше проходит через них топливо. Но этого достаточно для того, чтобы форсунка не перегревалась. Плюс в отдельных режимах мы можем форсунку либо дополнительно не открывать, либо держать ее закрытой. В общем, мы можем управлять характеристикой бензиновой форсунки. Тем самым мы добиваемся замещения вплоть до 90%. Этого достаточно. И мало того, это очень положительная штука. Почему? Потому что у бензина с октановым числом 95 на моторе с такой высокой степенью сжатия, а здесь под 12 степень сжатия, не путаем с компрессией, 12 к 1. Это очень серьезно. То есть мы в такую жару избегаем какой-либо детонации, избегаем каких-либо проблем. И это нам дает существенное преимущество по работе двигателя. Современные моторы очень сильно боятся детонации. И именно в двигателях с непосредственным прыском и специфичной формой камеры сгорания мы добиваемся того эффекта, что даже на 95-м типа можно ездить. Но не путайте, пожалуйста, 95-й американский с 95-м украинским или европейским. Почему? Потому что там суммируются два метода. Моторный и исследовательский, и делится пополам. В итоге 95-й бензин у нас это 91-й бензин в Америке. Соответственно, тамошний 95-й это наш 98-й и 99-й. Когда мы устанавливаем ГБО, мы имеем октановое число 105. Мы максимально препятствуем каким-либо детонационным процессам. У нас очень качественно смешивается топливо с воздухом. И мы имеем очень стабильное сгорание. Именно благодаря этому двигатели с непосредственным прыском себя классно ведут. Но этого мы смогли добиваться только последние годы, когда электроника развилась до таких, как говорится, возможностей, когда мы можем управлять различными алгоритмами в реальном времени. Да, такая электроника, в том числе, она сложная для осваивания. Но при этом, в конце концов, вы получаете очень хороший результат. Он очень стабильный. Если что-то, как в этом автомобиле, было не так, мы все равно можем это исправить. Не дожидаясь поддержки извне, то есть из-за рубежа. То есть эти все процессы были здесь реализованы на месте. И топливная карта до момента, когда мы начали снимать этот обзор, была сделана, и в конце концов мы получили очень классный результат. Итак, программная часть этой всей истории заключается в том, что, по сути, это четвертое поколение, которое научилось читать сигналы более сложного характера. Это сигналы бензиновых форсунок, с которыми мы можем работать в более широком диапазоне. Плюс мы можем управлять давлением бензина, и можем управлять так же само в более широком диапазоне. Есть двигатели с непосредственным прыском, и неважно, с надувом они или не с надувом. Есть двигатели с распределенным и непосредственным. Это называется комбинированный. Конкретно в этом автомобиле у нас сложность возникла в чем? Что это довольно свежий автомобиль. Он у нас, сейчас я вам точно скажу, какого у нас года, 2020. И, соответственно, даже если железо там плюс-минус везде одинаково, то программная оболочка уже меняется. Почему? Потому что нормы токсичности выхлопа, которые ставятся на конкретный период, иногда это может быть интервал в полгода. То есть до такого-то месяца можно делать оборудование, то есть установку производить. А после там какого-то нельзя. Мы с таким столкнулись с одним из автомобилей Subaru, где сначала взяли автомобиль в работу, а после этого приняли решение вернуть клиенту, заказчику, не установив туда систему. Потому что мы наблюдали бы там какие-то конфликты. Но довольно широкая возможность у нас возникает в этой установке. Мы можем, точнее мы имеем такую же вот топливную карту, в которой в зависимости от нагрузки и от оборотов, есть другие инструменты подобного характера. Мы можем корректировать смесь и подстраивать ее под каждый отдельный случай, под каждый отдельный двигатель. Для контроля этих процессов мы имеем вот такое вот диалоговое окно, в котором показываются параметры топливных коррекций и всего остального. Где-то что-то мы дополняем, где-то что-то мы учитываем, что двигатель может себя повести иначе, там, в холодный или в горячий период. Поэтому сложности в этом конкретном автомобиле и вообще в этой всей технологии, что нельзя считать ее супер универсальной. Вы когда устанавливаете... Давай меня теперь покажем. Вы когда устанавливаете такую систему, ее нужно проверить на холодную, на горячую, в крейсерских режимах, везде. Мы это делаем до того, как выдадим автомобиль клиенту. Иногда бывают случаи, если речь идет о каком-то новом автомобиле, о последних годах, что бывают возвраты, и мы что-то кардинально переделываем. Иногда бывает такое, что не получается с первого раза, и это все нужно перерабатывать. Но мы пошли по этому пути, потому что, по сути, автомобили очень разные. Модель может быть одна, год выпуска может быть один, а опять же, повторюсь, программное обеспечение до и после может быть другие. Или рынки, например, европейский, американский, калифорнийский регион, если они пригодны для калифорнийского региона, это тоже имеет значение. И это все можно здесь выставлять. Мы можем управлять как параметрами работы газовой форсунки, мы можем управлять параметрами бензинового давления, мы можем управлять параметрами бензиновых форсунок. В общем, здесь расширено это все дело, и занимает такая работа, если все идет правильно, от 3 до 5 рабочих дней. Когда клиент забирает такой автомобиль уже себе в эксплуатацию, мы фактически уверены в том, что все это решение будет стабильно работать. Могут быть какие-то мелкие замечания, но при этом она будет обеспечивать хорошие характеристики, как расходы, так и динамики. В частности, здесь мы ее проверяли до максимальных скоростей, максимальных оборотов, максимальных нагрузок. И это все было очень стабильно и классно. По расходу бензина, по факту, как у нас стрелка была на середине бака бензинового, так она и осталась, да, Илюха? Ну, то есть чуть-чуть ушло, да? При том, что мы проехали, ну, по сути, километров 150, и уйму времени просто, вот полдня простояли в пробках. С кондиционером совсем ни вот раз просто никакими, то есть ужаснейшими условиями в плане эксплуатации. Можно ли ставить такое оборудование массово? Я бы сказал, нет, это все-таки эксклюзив. И он требует довольно серьезной квалификации и, самое важное, поддержки производителя. Если вам смогут подсказать инженеры о тех вещах, которые там необходимо откорректировать и внести какие-то правки в логику, в алгоритмы, в программную оболочку, тогда у вас будет успех. Если вы думаете, что вы возьмете где-то прошивку, запишите ее, нет, она так не будет работать. Не важно, это голландская система, итальянская система, суперновая система, в общем, в любом случае могут быть нюансы. На этом все. Это вторая серия. Мы, честно, сегодня хотели сделать ездовой тест-драйв по этой тачке, но на улице такая жарища, что просто нету сил. Поэтому мы сделаем третью серию. Я приглашу непосредственно, и, скорее всего, это видео тоже увидит хозяин. Мы покажем все возможности уже непосредственно, когда хозяин выйдет за рулем. И с ним тогда третью уже покатушная версию, потому что тачка реально очень крутая. Ввиду своих габаритов, ввиду своих характеристик, ввиду того, что на ней реализованы очень различные решения, и при этом они довольно сбалансированы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok